Регламент вы только что скажешь, к сожалению, временно. Но она в два этапа. Сначала мы определим текст прощения в Верховном мире и тех, кто будет представить, и все, кто будет страны и на разные страны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Автоматически считать гражданами Латвии тех не граждан, кто не откажется от этого. Какое-то время, конечно, для того, чтобы, скажем, человек говорит, я хочу сохранить статус не гражданина, все остальные автоматически становятся гражданами. На каком этапе сейчас этот сбор подписей? Сейчас как раз тот год, и он уже идет, когда у всех нотариусов есть этот текст, и мы собираем 10 тысяч подписей граждан. Здесь очень некоторые говорят, ну а почему вот эта инициатива параллельно с инициативой референдума по языку? Дело в том, что это бой, который идет на разных направлениях. И все исходы этого боя, одного из них, одной из битвы, другой битвы, все это вместе дает общий результат. Потому что в референдуме 18 февраля смогут участвовать только граждане. Если бы русскоязычных граждан было больше, если бы 300 тысяч неграждан тоже смогли участвовать, был бы другой расклад. С другой стороны, чтобы эти 300 тысяч стали гражданами, легче это сделать чисто юридически. Поскольку здесь надо менять закон, а не с отворцами. И для изменения закона другой кворум. В общем-то, прийти на референдум должна половина тех, кто пришел на предыдущие выборы, и проголосовать половину. Итого 230 тысяч. По нашим подсчетам, примерно 230 тысяч. Это как раз столько, чуть больше, чем число граждан, подписавшихся за второй язык, государственный русский язык. То есть вполне реально. Есть у вас какие-то сведения, сколько собрано уже подписей? Их там пока какие-то только десятки? Мы постараемся пока сейчас, чтобы не заглушать информационное пространство, вести подготовку. Создано общество за равные права. Его подписались и инициаторами, и учредителями этого общества, являются известные в Латвии люди, профессуры, общественные деятели. И текст есть у нотариусов, но готовится сейчас также определенная рекламная кампания. Она будет проходить сразу после 18 февраля. То есть я немножко опережаю события. Но все же, здесь человек вдруг собрался завтра к нотариусу, и он помнит о том, что есть такая возможность. Он сам оплачивает пока в данном случае? Нет, общество за равные права. Сейчас от его лица выступает Латвийский комитет по правам человека, оплачивает эти подписи. Ну, а определенных нотариусов. Список этих нотариусов можно найти на сайте. Вот прям за равные права набрать. Или набрать сайт запчел. Спасибо, это пока все. Хорошего утра.